Здравствуйте, студенты! Пожалуйста, садитесь. Мы поговорим про тот замечательный предмет, который кому-то нравится, кому-то может не нравиться. Мы поговорим про то, почему это важно. Почему это нужно. Ну, начнем мы с неожиданной фразы. Вы знаете, что такое лайфхак? Что это такое? Получается, что лайфхак действительно от английских слов «life» — это жизнь, а «хак» как переводится? Вот так вот переводится слово «хак», если вы не знали. То есть мотыга, зарубка, надрез и соответствующие глаголы — рубить, прорубить, ударять, надрезать. Но есть вот этот смысл взламывать, который перетек в основном в русский язык. И в последнее время у нас с вами вообще мы говорим, что «хак» — это «хак». Это слово пришло к нам в русский язык, неологизм. Кто такой «хакер»? А кто такой «читер»? «Читер» — это тот, кто использует разные команды, которые нельзя использовать в играх. Отлично. А скажите, а кто умнее, хакер или читер? Кто за то, что умнее хакер, руки поднимите. Кто за то, что умнее читер? Видите, меньшинство. Ну, давайте разберемся. Все-таки чит — это как бы нечестное знание. А хакер, он делает все честно. Он делает, может, что-то незаконно, но честно. Он, между прочим, все это освоил и выучил. Но я, разумеется, не буду вам рассказывать про нечестные вещи, но все-таки. В общем, что делает хакером хакера? Есть такое замечательное — это «хакер-тайпер». Вот красиво печатает и при этом что-то выводится на экран. Это неправильно. Конечно, это неправильно. Конечно, это программа эмуляции, но вы все равно можете пошутить над вашими одноклассниками, открыв экран черный и набирая на нем буквы на зеленом фоне. Ну, на самом деле, хакер — это тот человек, который что-то знает. Но мы-то с вами знаем, что фраза «что-то знает» ни о чем нам не говорит. Нам говорит фраза, что он что-то шарит. Вот. Ну, а если серьезно, если серьезно, то вообще говоря, слово «хак», несмотря на негативный смысл из-за тех же проделок хакеров, на самом деле нужно понимать во многих смыслах, и в том числе и в позитивном. Знание какое-то дополнительное, как что-то устроено, дает вам возможность лучше разбираться во всем. В жизни, в какой-то вашей деятельности и впрочем. Так вот, математика, как таковая, это на самом деле целая библиотека лайфхаков, которые вы должны, в принципе, знать и использовать. Итак, давайте перейдем к одному простому примеру для начала. Ну, поднимите руки, кто не знает таблицу умножения. Кто не знает таблицу умножения, кто не знает. Отлично, честных людей, пара-тройка человек. Ну, давайте мы сразу ликвидируем один пробел в таблицу умножения или научим вас быстрее умножать на одну из цифр. Как быстро умножить на цифру 9? Да-да-да, давай, скажи. Быстрее, быстрее, микрофон. Надо взять 10 пальцев, высчитать, например, до 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмой палец убираешь, получается 63. Ну да, вот посмотрите, шпаргалка. Спасибо большое тебе. Вот шпаргалочка у вас на экране. Например, мы умножаем девятку на четверку. Берем четвертый палец, загибаем его. Остается слева три пальца, справа шесть пальцев. 36. Если умножаем 9 на 5, загибаем пятый палец. Постается 4 пальца и 5 пальцев. Получается 45. Да, видите? Все можно очень быстро выучить. Давай, еще один лайфхак. 7 умножить на 9. Мы с 7 убираем 1, равняем 6. Это десяток. И потом 9 минус 6 равно 3. Правильно, правильно, правильно. Правильно, молодец. Давайте мы поаплодируем всем тем, кто отвечает. Давайте что-то более попробуем, поинтереснее. Вот такой замок видели у ваших родителей, на чемоданах. Замечательно. Бывало такое, что ваши родители, или вы сами забывали код на этом чемодане? А, у кого-то не было, у кого-то было. Хорошо. Но даже если вы забыли, как сделать так, чтобы открыть этот чемодан? Давайте просто мы дружненько крикнем, сколько всего вариантов может быть. Посмотреть внутрь чемодана. Сколько вариантов? Это числа, давайте. Надо посмотреть внутрь чемодана, ну вот так приоткрыть, если вдруг будет замок. Не-не-не, нам не интересно так. Это читерство называется. Так, сколько вариантов всего комбинации может быть? Три варианта, то есть раз, два и три. Сколько еще? Девять вариантов. Четыре варианта. Еще варианты. Девятьсот девяносто девять. Сколько? Тынь. Тысяча вариантов. Потому что очень все просто. Посмотрите, что такое каждый вот этот вот торчажок. Это одна цифра. А сколько у нас цифр всего? У нас цифра 10. Получается 10 вариантов. Дальше. Для этой 10 вариантов. Если мы попарно выпишем все цифры вот так вот одна с другой, то получается все двузначные числа. То есть получается 0, 0, 0, 1, 0, 2 и так далее. Девяносто девяти. Сто получается. И по аналогии мы умножаем еще на 10 вариантов. И получается ровно тысяча вариантов. Поднимите руки, пожалуйста, кто хоть раз в жизни умножал на тысячу. Ой, простите, оговариваюсь. Кто хоть раз в жизни досчитывал до тысячи? Ну, досчитал. Один, два, три, до тысячи досчитал. Аплодисмент. Давайте поаплодируем. Вот давайте попробуем примерчик посложнее. А вот такой замок. На таком замке, на котором нужно тремя пальцами нажать комбинацию. И, собственно говоря, чтобы замок открылся, вы не вбиваете на кнопку, а именно это механический замок, вы зажимаете одновременно три цифры. Сколько возможных кодов на таком замке возможно? Миллион, тридцать, еще миллион. Двадцать пять. Двадцать пять. Десять. Пятьсот. А кто-то может не угадывать, а думать. Тысяча. Тысяча, еще сколько? Триста. Две тысячи. Спасибо. Сейчас, секунду, можно? Это вот то же самое, что до этого было же. Там десять, короче, десять умножить три раза на друг друга. Столько же будет. То есть тысяча? Да. А как вы одновременно нажмете на двойку три раза? Вот так вот тремя пальцами надо три раза на двойку. Смотрите, спасибо в любом случае за ответ. А вот теперь разгадка такая. Посмотрите внимательно. У нас есть с вами тоже десять цифр. Но только проблема в чем? На этот раз мы нажимаем их одновременно. У нас не три раза по десять получается, а один палец может выбрать одну цифру. И получается десять вариантов. Тогда для второго пальца сколько останется, если одна цифра уже занята? Девять вариантов. А еще для третьего пальца сколько остается вариантов? Восемь. И получается, что комбинации на самом деле меньше, чем только что было. Их вообще семьсот двадцать. Но раз вы досчитывали многие до тысячи, то можете досчитать и до семьсот двадцати. Хорошо. А вот следующий вопрос. А вот у вас, вы пришли куда-нибудь в какой-нибудь кафе, ресторан, и вам не сказали пароль от Wi-Fi, и вы только знаете, что он состоит из восьми символов. Вот. И да, вы будете подбирать, но сколько тоже возможно вариантов, если это восемь символов, и, например, если возможно, только цифры? Восемьдесят. Хороший вариант. Восемьсот. Тысяча. А вы просто восемь и нажать на десять или на десятки? Восемь тысяч. А еще вариант? Восемь миллиардов. Кажется, у нас есть почти правильный ответ. Спасибо большое. Руки опустите. Ребятки, давайте немножко собираться, ладно? Вы пытаетесь угадывать. Тише. Вы только что, когда взламывали, ну взламывали, замочек на чемодане, было три варианта, каждый друг от друга независимый. Их было десять на десять на десять. А здесь сколько этих будет рычажков? Восемь. Получается, надо восемь раз умножить десятку на себя. И получается число с восемью нулями. То есть число с восемью нулями 800 миллионов, конечно. А если, теперь смотрите, хорошо, 800 миллионов вариантов для пароля Wi-Fi. А если мы знаем, что нашими символами будут не цифры, а буквы. Хорошо, давайте ограничимся. Строчные буквы английского алфавита. Сколько букв у нас в английском алфавите? Двадцать шесть. Двадцать шесть, вы правы. Двадцать шесть. И сколько получается вариантов? Десять на двадцать шесть. Вот эти числа, посмотрите. Если для цифр это сто миллионов, то для двадцати шести это число больше, чем двести восемь миллиардов. А до таких чисел вы когда-нибудь досчитывали? Да. Кому-то было нечего делать, наверное. Вот. Хорошо. А как взламывать уже, видимо, не руками, скажем так. Но я хотел бы вот еще до чего дойти. Смотрите. Вопрос. У вас же у всех есть, наверное, свои, ну, какие-то там аккаунты в социальных сетях. Вот. Какая длина пароля? А длины пароля ничего не будет. Сколько у вас длины пароль? Шесть букв. Еще. Восемь. Четыре. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Спасибо. 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 На самом деле, дело в том, что с паролями происходит еще более интересная вещь, которая скрыта от нашего взгляда. На самом деле, ваши пароли, у вас же, наверное, есть такое ощущение, мол, а вдруг администраторы ВКонтакта знают мой пароль? Или администраторы Инстаграма знают мой пароль и могут все мои сообщения прочитать? Ну, кто-то точно об этом думал. Но на самом деле они не знают. Это правда. Потому что нормальные, хорошие сайты и приложения пароли в базе данных своей не хранят. Потому что если эту базу данных вдруг украдет злоумышленник, то получается он может получить доступ ко всем аккаунтам. А это нехорошо. И по идее администраторы не должны знать, они не должны знать, собственно, ваших паролей. А как так получается, что вроде как, ну, ВКонтакте ваш пароль не знает, но вы вводите пароль и заходите туда? Или, например, Инстаграм ваш пароль не знает, но вы вводите пароль и заходите туда? Да, вот там вот рука тянется, давно очень. Давайте по рукам. Если, допустим, вы зашли с устройства и давно сидите ВКонтакте, допустим, ну, года два, наверное, и резко с другого устройства заходят на ваш аккаунт, то вам придет оповещение, подтверждение пароля. Спасибо большое. Это правильный ответ, но это не в ответ на мой вопрос. Потому что, смотрите, вы же когда-то первый раз зашли на первое устройство. А как там произошел вход? Здесь. Потому что в телефоне есть память, и эта база сохраняется в памяти. Ну, тогда как получается, что вы заходите с нескольких разных устройств и все время в ваш один аккаунт, если у вас хранится в памяти у вас? Потому что в нашем аккаунте есть такая функция. Да? Не знаю. Так еще есть вариант ответить. Давайте еще один вариант. Потому что когда заходишь с другого телефона в какое-то устройство, там проще зарегистрироваться или ввести пароль с другого, которое на другом телефоне было. Ну так как? Получается, что если я вам говорю, что они вашего пароля не знают, но тем не менее микрофончик можно отдать. Вот еще вариант другой. Давайте побыстрее, пожалуйста, вон туда. А можно эту память, кстати, передать и без введения дополнительных паролей? Можно и передать через сим-карты, где все это сохраняется? А вы в ВКонтакте через сим-карту входите? Все, спасибо, сняли. Дело в том, что память внутри как раз-таки сохраняется. Ну вы же заходите в ВКонтакте или в Инстаграм не только с компьютера, а не только с телефона, а еще и с компьютера. Можно зайти с ноутбука. Там же нет сим-карты. Спасибо большое, давайте снимем. Подождите. Пожалуйста. Итак, обратите внимание. На самом деле, сейчас будет сложный слайд без картинок, происходит следующее. Есть очень сложная функция, которая считается быстро, но получается значение очень большое и страшное. Это называется хэш-функцией. Вот этот вот пример хэш-функции, в смысле ее результат, вот этот вот D, 6, A, A, B, B, D и так далее. Так вот, дело в том, что когда вы регистрируетесь, от вашего пароля считается такая функция, получается вот такое число. Оно в базу и сохраняется. Тем самым, если вдруг кто-то украдет базу данных, он посмотрит в ваш аккаунт, а там какое-то непонятное что. А когда вы заходите на сайт, эта сложная функция считается от той строки, которую вы ввели в форму входа. И эта функция, ну, на одинаковых значениях считается одинакова. Если совпадают вот эти вот длинные страшные строки, значит, очевидные изначальные пароли тоже совпадают. Поэтому сайты не знают ваших паролей, им это и не нужно. Вот пример, смотрите. Вот я ввел пароль-пасворд, от него хэш получился вот такой. Нельзя случайно ошибиться в пароле и получить такой же хороший хэш. Посмотрите, на строки хэш, они принципиально разные, хотя пароли, ну, очень похожи. Видите, там пароль у нас с маленькой буквы, тут пасворд, с большой буквы, тут пасворд и единичка. А посмотрите все цифры, они прямо различаются. Вот. И теперь вопрос, который мы задавали. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас вариантов может быть для таких вот строк хэшей? А теперь мне хотелось бы вам рассказать перед этим одну небольшую историю. Может быть, вы ее уже слышали. Жил такой человек, его звали Саса Бендахир. Его по легенде называют изобретателем шахмат. И придя ко двору своего правителя, правитель настолько был впечатлен и поражен этой игрой, что сказал, что Саса Бендахир может требовать любую награду. И он сказал ему, положи на первую шахматную клеточку одно зерно, на вторую шахматную клеточку два зерна, на третью четыре, и на каждую в два раза больше, чем на предыдущую. Правитель не поверил его словам, обиделся, что тот попросил слишком маленькую цену. Сказал, выдайте ему этот мешок и пусть проваливает, сказал он ему. Но получилось так, что ни казначей, ни люди, которые были ответственны за зерно, не смогли посчитать это число. И потом ко двору пришел мудрец, сказал, что я посчитал, и стольких семян нет не то, что в твоих амбарах, но во всех амбарах этого мира за всю историю существования Земли. Потому что вот это число, посмотрите, какое оно, это 18 квинтиллионов. Ну, вот столько в нем цифр. И если мы представим, что одно зерно мы положим на доску за одну секунду, то получается, что всего мы будем эти зерна класть больше, чем 584 миллиарда лет. Столько потребуется времени, чтобы хотя бы отдать этот мешок зерном изобретателю шахмат. А возраст Земли, по данным ученым, 14 миллиардов лет. Таким образом, более того, о наших значениях разных у хэша, это число страшное количество зерен в четвертой степени. То есть четыре раза умноженное на себя. Ну, три раза получается. n на n на n на n. Поэтому мы даже не будем пытаться считать такие числа. И вот на этом основана наша компьютерная безопасность. Потому что у нас есть очень большие числа, которые очень тяжело перебрать. И поэтому мы не боимся, что кто-то подберет наши пароли, в отличие от механических замков, которые, вы видели, 720 вариантов каждый из вас может сделать. И есть целый раздел в математике, который называется теория сложности. Вот так они называются, complexity по-английски, который изучает только то, что какая память требуется алгоритму и сколько времени нужно для его работы. Кто знает, что такое бит? Меньше бита не бывает информации. Итак, сколько значений может разных в бите храниться? Два. Правильно. А в двух битах? Четыре. Все верно. Четыре бита, четыре значения, потому что попарно. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. А сколько битов может храниться в трех? Сколько разных значений может храниться в трех битах? Шесть. Один, два, четыре. Один, два, четыре. Какая закономерность? Семь. Восемь. Мы умножаем все время на два, потому что новые два варианта появляются. Новый вариант появился, помните, мы умножаем, когда появляется новый вариант. Правильно. На четырех битах будет шестнадцать. На пяти битах это будет тридцать два. А восемь бит, или один байт, составляет целых двести пятьдесят шесть разных значений. Сколько нас здесь сегодня, как вы думаете? Вот Валерий Алексеевич сказал, что у вас здесь около трехсот человек. Хватит ли нам восьми битов, чтобы записать это количество? Нет. А сколько хватит? Девяти хватит. Абсолютно правильно. Вот девяти, то есть пятьсот двенадцать разных значений, нам уже хватит, чтобы всех нас записать. И вы ответили. И теперь давайте маленький небольшой фокус проведем. Дело в том, что хранение информации на самом деле может помогать не только компьютерам, но и людям. И сейчас, если можно, я хотел бы, чтобы, ну, предположим, можно же поднять людей на сцену? Только не всех. Я понимаю, что не всех. Можно первые два ряда вот сюда. Здесь вот перед сценой остановитесь. Давайте, смотрите. Смотрите, фокус на мой страх и риск я провожу. Я видел его по телевизору и понял, что я тоже могу его, наверное, сделать. Смотрите внимательно. Перед вами стоят мальчики и девочки. Они стоят абсолютно в произвольном порядке. Правильно? Ну, практически по росту. Практически по росту стоят, да? А теперь смотрите. Я отвернусь, а ребята поменяются по порядку. Я повернусь только на одну минутку и постараюсь запомнить, какая очередность мальчиков и девочек здесь находится. Хотя тут практически… Ну, в любом случае, все равно это должно получиться. Итак, я сейчас отворачиваюсь, а ребята, вы становитесь в любом порядке в линеечку. В любом порядке, в каком хотите. Так, выстроитесь, чтобы никто ни за кем не стоял. Все нормально. Нет, нормально же видно. Нормально? Так, все. Так. Девочка, 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 девочка. мальчик, мальчик, девочка, 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 мальчик. Спасибо большое, садитесь, а сейчас я расскажу, как я это сделал. Я просто использовал такой же двоичный код, смотрите, для удобства. Нолик, мальчик, а единичка, девочка, потому что мужской женский рот одинаковый. Я раздробил эту группу по четыре человека и просто каждые четыре бита перевел в число, соответствующее ему. Я запомнил 15, 15, 3 и 1. И потом у себя в голове я обратно представил это двоичном коде и вам назвал правильный ответ. Вот смотрите. Видите, вот это для трех такая шпаргалка. Нолик — это три нуля, единичка — это 0, 0, 1, двойка — это 0, 1, 0, тройка — это 0, 1, 1. Я просто айтишник, и я помню эти нолики, единички все. Мы ведь можем посчитать с помощью одной руки до 32, вы знаете? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и так далее. Загибая пальцы, я моделирую двоичный код на своей ладони. А двоичный код, загнутый или разогнутый палец, это два бита. Два бита и все умножить на… Ну, все пять раз. Получается целых 32 числа. А если уж двумя руками, то больше, чем тысяча значений я могу все посчитать с помощью десятью пальцев. Интересно? Потом спросите. А пока быстренько пойдем дальше, чтобы потом уже очень быстренько… Все, последний интерактивчик. Последний. Вы когда-нибудь смотрели на числительные в других языках? Вот вы изучали английский, русский, татарский языки. Заметили, вообще говоря, что цифры называются одинаково, просто немножко по-другому, но ведь даже написаны они одинаково. Посмотрите. Один – one, два – two, три – three, четыре – four, пять – five. Видно похожесть, правильно? А теперь смотрите. Давайте придет к нам в гости какой-нибудь француз. Давайте попробуем прочитать по-французски. Один, два, три, четыре, пять. Кто-то знает французский. Хорошо, а кто-то знает немецкий. Давайте по-немецки. Один, два, три, четыре, пять. Посмотрите еще раз на эти числа. Они все между собой одинаковые. Five – five, four, four, three, three, two, two. Да, звучат звуки по-другому немножко, но буквы-то очень похожи. Не нравится европейский пример. Давайте это торча посчитаем, собственно говоря. Какие проблемы? Например, мы можем приехать спокойненько в Турцию или в Казахстан. Видите, по-турецки. Бир, ики, ич, дёрт, дэш. А замечали интересную особенность по поводу русского и татарского языков? Много замечали. А вот такую замечали, что сорок и крык – это одно и то же слово. Почему в русском языке у нас двадцать, тридцать, пятьдесят, все десять, но сорок вдруг сорок? Как бы не четыре десят, а именно сорок. А потому что это родственно с тюркскими языками. Но на самом деле раствор звуков гораздо глубже. Потому что если вы посмотрите даже на иранские, то есть персидские числительные, посмотрите. Некоторые из них. До, сех, чехар, пенеш, шеш, хефет, хешеш, не, дэ. Я тут привел еще английские версии на всех случаях. Посмотрите. Сикс, шеш, шесть. Севен, хефет, семь. Эйт, хешеш, хешет, восемь. Найн, не, девять. То есть есть разные, но все это показывает, что наши языки все пришли когда-то из одной общей языковой группы. И на самом деле надо математику учить, потому что математика — это все. Математика — это и изображение, потому что все изображения кодируются в числах. Потому что изображение — это просто большая таблица из трех чисел, где три числа отвечают за цвет. Так хранится изображение в Paint, в BMP-формате. Математика — это обработка изображения. Это перевод, например, изображения в черно-белое или повысит резкость изображения. Математика — это даже распознавание номеров, когда, к сожалению, взрослые люди делают не очень хорошо и превышают скоростной режим на дороге, а камера их на этом ловит. Распознавание номеров — это математика. Звук — это математика, потому что это попытка смоделировать то, что мы слышим в конкретных числах. Микросхемы и процессоры — это математика, потому что ножки у этих микросхем — это входы и выходы функций. И вообще все, что мы сейчас используем, весь цифровой мир — это математика. Поэтому математику учите, любите и пользуйтесь. Спасибо.